Вот так на протяжении уже двух лет вода из колодца возле одного из предприятий на Куйбышевском шоссе веселым ручьем заполняет всю территорию вокруг. Разлив теперь уже стал непроходимым болотом, в котором, по словам местных жителей, уже завелась живность – лягушки и комары. Эта территория относится к городу Рязани. Мы всячески ее поддерживаем в чистоте, в порядке, благоустраиваем ее. Приезжали, смотрели, говорили, что это ливневка, ну, сами понимаете, или канализация, то есть канализация здесь не похожа, здесь был бы запах. Ливневка тоже так круглогодично и ежедневно не может течь. Несколько месяцев назад в ответ на обращение местные жители получили гарантийное письмо. До 15 апреля 2022 года участок сетей обещали благоустроить. И частично это сделали. Но, по словам Татьяны Лапиной, вода нашла другой выход. Вот эта вот территория, я говорю, вот она относится к нашему предприятию. Здесь затопило все в округе. Но пока помощи никакой, никакого результата наши просьбы пока не откликнулись. Нас слушают, но не слышат. Водоканал нам выдал гарантийное письмо. Все ссылаются друг на друга и результата никакого нет. Как пояснили нам в городском водоканале, письмо гарантирует благоустройство именно в том месте, где был прорыв. Но пока там течь, благоустройство невозможно. А течь возникла из-за безрассудства коммерческих структур. Даже за промзоной нужно следить. У них разрушилась, провалилась система ливневой канализации. И вода дождевая и так далее, грунтовая, да никуда не уходит, заполняет подвалы. Ее периодически скачивают, и она где-то даже нашла место свое, и попадает вот в эту телефонную канализацию, и здесь вытихает. Там, где у водоканала тихло, несколько лет, полгода назад, там даже по осени еще тихло. Там давно все сделали, сейчас там ничего, по крайней мере, у нас не течет. По словам главного инженера водоканала Александра Никонова, уже на следующей неделе специалисты вместе с префектурой Октябрьского района соберет комиссию и окончательно прояснят, откуда в колодце вода и чья это зона ответственности. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».